35 почему потому что 35 раунд лайнер 11 будет давать весьма жирную линию хорошую плотную 11 раунд лайнер с диаметром иглы 0.35 потому что в седьмых ниже использовать более толстые линии там допустим в девятом раунд лайнере раунд лайнере и пошли ниже по на убывание там 75 и 3 35 диаметр нет смысла использовать потому что будут слишком жирные линии будет неудобно работать а в маленьких работах это вообще просто ну действительно неприемлемо поэтому от 9 раунд лайнера и ниже мы берем 0.30 иголочки чтобы нам было удобнее работать а выше уже берем 35 соответственно для меня сейчас 11 раунд лайнер 35 там допустим 15 рс также 0.35 для меня очень актуальные иглы так как я люблю жирный толстый контур и для детализации я как раз беру либо 7 раунд лайнер либо 7 раунд лайнер либо допустим 5 раунд лайнер именно 0.30 диаметр чтобы у меня как раз создавать именно вот такие вот потрясающие контура жирные с тоненьким чтобы строить интересные работы именно на контурах если где-то приходится чтобы линии друг с дружкой не спорили чтобы было красиво и интересное понятное и выразительно смотрелась работа в деталях отличие контура rl от rs основные моменты которые могут возникнуть при контурении раунд лайнером в котором у нас иголочки сведены плотно друг другу что выглядит у нас вот так у нас будет плотная толстая линия просветов в ней практически не будет но если мы будем контурить раунд шейдером в котором иголочки у нас расположены по кругу не сомкнувшись в плотный пучок у нас это может выглядеть немножечко по-другому плотная жирная линия при ближайшем рассмотрении в каком-то из углов либо не углов а какой-то их сторон может рядышком быть где-то вот такая линия поэтому при определенном угле контурения нужно учитывать этот момент линию вести более тонко более тонко более медленно и обращать внимание вот на эти детали она может появиться как его здесь посередине так вот здесь сбоку или же вот здесь сбоку это не столь важно поэтому самое главное обращать внимание на контур раунд шейдером так как при маленьком скиле вот это все она если при ближайшем рассмотрении брать то это будет у нас вот так и вот здесь прям рядышком рядышком где-то может быть вот такой вот волосочек вот это это недопустимо ни в коем случае плод контур должен быть всегда именно вот такой плотный вот плотный это будет говорить о вашей квалификации и именно о том каким контура какими контура будут выглядеть после того как работа у вас заживет для чего у нас чаще всего используется конфигурация игл этот покрас каких-то небольших площадей либо же подлезть куда-то в уголочек либо нанесение белого какого-то цвета ну опять же таки можно и для контуров для жирных таких мощных контуров которые прям в неотраде в обычном традике либо же в ньюскуле чаще всего используют для жирных контуров именно как раз р.с. а р.л. им уже подправляют уголки какие-то то есть дорабатывают какие-то внутренние детали чтобы не было спора между линиями и все такое соответственно р.с. не всегда используется для какого-то плотного большого покраса для плотного большого покраса чаще именно как раз м.г. magnum используется как я уже показывал конфигурацию magnum почему они красят гораздо больше гораздо быстрее по той простой причине что они расположены именно в шахматном порядке поэтому площадь покраса всегда у вас будет гораздо больше и гораздо быстрее вы и могли гораздо мягче вы сможете положить какие-то переходы оттенки и все остальное как им красить существует очень много разных способов как красить как от маятниковых каких-то движений можно просто какие-то круговые движения использовать но при использовании каких-то круговых движений вам нужно учитывать то что если вы будете слишком быстро красить именно вести двигаться вперед потому что нужно при прокрасе чтобы у вас был хороший плотный покрас чтобы у вас не было проплешин и всего остального вам нужно иголку вести именно вперед то есть чтобы задняя вот эта часть большее количество игл прилегала именно к вот к этому краю типсы к нижнему краю типсы верхний край типсы и нижний край чтобы больше красочки забиралась нужно чтобы иголка максимально плотно прилегала именно вот к задней стенке соответственно когда вы ставите иглу вот вы ее поставили грубо говоря и двигаете ее вперед иголочки прилепли иголочки прилегают у вас плотно к задней стенке тем самым вы как можно больше пигмента вносите именно в кожу но торопиться при таком прокрасе вот так вот размашенными движениями нет смысла лучше сделать уменьшить скорость но не так чтобы прям долго задерживаться на каком-то одном месте чтобы сделать дырку в коже а выбрать какое-то именно скорость такую которая будет вам позволять контролировать плотность покраса контролировать глубину проникновения и контролировать насколько повреждаете вы кожу при плотном таком прокрасе соответственно когда вы берете вы поставили иголочку и вот такими плотными круговыми движениями не размашистыми а по плотнее вы ведете тем самым вы с одного прохода прокрашиваете нужную вам площадь для возвращаться вам сюда уже больше не нужно только если где-то вы увидели ну случайно там не прокрасили какой-то кусочек и пошли дальше да ну кожа покраснела вы вроде как и внесли туда пигмент но не настолько плотно как по сравнению вот с этим и вот с этим участком то есть вы сюда вернулись быстренько закрасили все дальше ушли также можно выполнять теневые какие-то работы делать мягкие планы и переходы и все остальное но по поводу техник покраса контурение и всего остального у нас с вами будет отдельный урок который я буду записывать непосредственно на искусственной коже я вам это буду показывать демонстрировать как это правильно делать под каким углом как вести как красить и все остальное а сейчас на этом все запоминайте мотайте на вуз